Сказали село там, мы туда смотрели, а нас? Сбоку, сзади, в СССР вышли с СССР, ну и мордами в пол. Почему вам-то можно? Тут Майдан, а вот нам что-то собраться нельзя. Я не встал, взял оружие и сказал, пойду я там, можно из какого-то Бандера убивать. Это то же самое, что тебе придет сосед какой-нибудь здоровый, заберет тебе квартиру, скажет, иди отсюда. Что-то, не будешь ничего делать. Дом отстроить можно, семью ты уже не восстановишь. Чи даете вы интервью под тиском, чи добровольно? Добровольно. Чи погоджуетесь на то, чтобы выкладывали это в засоби массовой информации, что в СССР? Ну так. Погоджуетесь? Ну пускай будет. Только так, чтобы нормально это было. Да, все будет хорошо. Как вас звати? Віталит. А какого года вы родите? 84. Вот так мы майже однолетки с вами, да? А самі звідки родом? Краснович Луганской области. Краснович Луганск. Там народилися и жили? Да, я жили, працюю. А до 2014 року чем занимался? Працювал. А кем? Ну в селе Серемодоканале. С 2005 року. В Красном Луче, да? Так. А семья есть? Ну, отец и мать, так. Лише отец и мать. А так сколько лет? Сколько лет отец и мать? Батьку 62, матери 60. Что-то достаточно молодые. Володим в семье. Так. И расскажите, как потрапило на закон о броня формировании так званого ЛНР? Мы мобилизовали 19 лютого. 2022 року? Вы говорите украинского, вам удобно украинского говорить? Ну так, 50 на 50. Ну, если удобнее российского, можете говорить о российском. 19 лютого вас мобилизовали примусово? Ну да, мобилизовался. Вообще сказали, что на учение на 5 дней. А кулыз разумеется, что, по-моему, масштабная война? Ну, это уже где-то в марте месяце, как зашли под профилакторией в рубежном, когда уже по нам начали стрелять. Тогда уже понял. Потому что до этого мы так по лесам катались, никаких столкновений, никакого ничего не было. По лесам ездили в старые позиции ВСУ, там такое, как нам объясняли, что это было. А вот уже, ну где-то приблизительно 6 марта, вот как профилактория зашли, потом открыли, а вон тогда уже понял, что, ну... Все по-серьезному, да? А яка ца, яка паса на вас была? Ну, стрелок рядовой. Рядовой стрелок, да? А в рубежном я вас взял, с бронесовой Украины? Ну, начальство поставило, ну, как следить за дорогой, за селом. Сказало, что, как, по информации, что уже два дня, как они отошли, ну, надо следить, если вдруг какое-то передвижение, сообщить, ну, руководящему. У нас рация была, и мы смотрели, сказали, селу там, мы туда смотрели, а нас сбоку, сзади, с ЕСА вышли с ССУ, ну, и мордами в пол. Ну, не били, не селом, мы даже не за оружие не успели схватиться, нам аккуратно это, и взяли в плен нас. А что думают про бронесовую Украину? Да нормальные люди. Ну, по крайней мере, мы к нормальным попали, нас не били, ну, это не били вот эти, которые нас приняли. Что там дальше было, то, конечно, уже другие люди с нами разговаривали. Ну, эти нормальные, вот даже у меня ни сигареты, ни сигареты, вещи наши проверил, обратно мне сигареты, паспорт отдал, там, денежка мне какая-то была, он ничего не взял. Нас в машину посадили, ну, глаза завязывали. Ну, уже куда-то на подвал отнесли, там уже, конечно, все по-другому было. Уже не такие добрые люди попались. Не, ну, я понят, это война, это естественное дело. Да так, ну, нормальные люди, я вот это первый раз их и увидел, до этого Шарома никаких столкновений в боях, никаких участий, я не прийдемал. А что думаете про ПДИИ 2014-го року, около ПЧ-ла Звейна? Да ну что, не знаю, что даже, ну, все это, ну, нехорошо, как говорится, все братский народ столкнули, как говорится, лицом к лицу, на неприятности. Хорошего ничего не было. Ну, вы уважаете, что русиан братский народ? Ну, уже нет, ну, как получается. Ну, то, до 22-го числа, вы уважали русиан братским народом? Ну, как братским народом? Ну, я ближе к России, я там жил, мне понятно, что они ближе к мне ближе. Как бы считал немножко адекватнее, не то, что там, братья, но адекватные люди, я говорю, в России это же не только один кто-то там начал, там такие же самые люди хорошие живут, как и здесь. Есть группы, конечно, да, дурочку, но людей очень много и там хороших, я очень много хороших людей. Ну, как не то, что в России. У меня брат, сестра в России живут нормальные, адекватные люди. А они все... Я с ними не связан, с моим взрослым уже. Я их даже больше 10 лет так и не видел. Так когда-никогда смс-ка с днем рождения, а так мы даже на эту тему... Ну, а вы, батьки, когда начали сапоги в 2014 году? Ну, у меня у родителей вообще не... А политически? Да. Они в это не лезут. А вы сами? Тоже, мне как... Я ни туда, ни на ту, ни на ту сторону мне не лезу. А вам комфортно жито было там с 2014 до 2022 года? Ну, я живу у нас нормально в Красном. Лучше у нас никаких таких там, ни заворушек такого. А работа? Ну, я говорю про комфорт життя. Ну, нормально. Как при Украине было тоже сейчас, то же самое сейчас осталось. Ну, может немножко хуже, что... Ну, меньше магазинов такого сала. А так я разницы, я никакой не почувствовал. Потому что я говорю, я с города никуда не выезжаю. Я как работаю себе, 17 лет в водоканале. Я никуда не... И залышил из этого представителя? Ну, у меня же оттуда и забрались в водоканал. У нас весь водоканал... Сколько нас было, людей все забрали. Потому что мы на государственной работе. Нас легче найти. Нам повестки прямо на работу поприходили. И начальство позвонило. Иди распишись. Ничего страшного. Там на два часа работы. Я прошел, расписался. У меня документы забрали. Сказали, подождай. Говорю, вечером приехал автобус. Нас отвезли в школу. Сказали, на 5 дней на учение для массовки пофотографироваться. Через 5 дней. Ну, у нас уже такое было. Вернетесь и все, будете идти дома. Обещало гроши? А? По грошам нельзя. Ничего еще не обещали. Ну, когда на учениях мы тогда были. Нам 500 рублей в день платили. Ну, сказали, как на учение. Ну, мы же 500 рублей в день. И все. Дорога туда. Ну, да, три дня мы там находились. И дорога опять. Вот нам за 5 дней 2,5 тысячи запутали. Ну, это в 21 году. Ну, мы же учение там, учение пофотографироваться и все. А потом уже после 24-го, как вы уже на брехи посадили, вы уже как бы пятый день куда-то повезлись. Начали задавать вопросы, что ну, чуть-чуть дольше побудете. Не 5, там, 7-10 дней. Вы нам оружие дали, но без патронов. А бронежилеты дали? Нет, ничего такого. Без ничего, да? Да у нас и форма, в принципе, старенькая. Каска была такая еще. За царя гороха, это кажется? Такого ничего не сказали, не бойтесь никаких там. Просто едем в обучение. А с россиянами были разом? Нет, россияне никого. А вот вы когда рухались, а так был впереди завжди, что россияне сзади? Ну и сколько вот наша рота и всего четыре БМП у нас было. Ну впереди там, я не знаю, сколько можно, у нас седьмая рота, восьмая рота, сзади девятая рота. Ну это все наши, вот. ЛНР, ДНР были, россияне у нас. Вони вас окремо отримали, да? Ну да, ну конечно на расстоянии между ротами, чтобы какое-то расстояние было. А какие завдания мали виконувати, когда заходили? Ну и как по лесу нам сказали, как это проверяем, как бывшие позиции в СУ. Мы зашли, там окопы, все пусто. Посмотрели, походили, никого нету, опять БМП. Поехали там, ну переночевали там возле костра. Ну костры полили в открытом, там ничего не боялись. Мы не бойтесь, тут никого нету. Просто проверяем, чтоб оттуда никто не как бы никаких прорывов, не диверсантов и все. Ну нормально к этому абсолютно относились, потому что они не боялись ничего. А у вас сколько паспорт тебе? У вас украинский паспорт? Залишился, да? А еще какие брали? Ну илнеровский. А российский? Российский я не получил, мне не нужен. Там без прописки сейчас я думаю, как бы, назначил он мне нужен. А илнеровский чему брали? А потому что у нас на илнеровский все документы, там заработная плата. А закордонный украинский залишился? А у меня закордонного не было, у меня только такое. А вы уезжали десь за майже? Нее никогда. Я как будто в Луганской области. В Луганск как раз научился я больше. Ни на моря никуда не ездил. А не думали вы ехать с батьками десь? У меня отец после инсульта, я за ним ухаживаю. У бабушки было 93 года, мать за ней ухаживала. Мне как бы на долгое время мне никуда. Хотелось бы, конечно, когда там, например, в Ростов, в Россию на заработки, ну так как мамка двоих не потянет. Хоть и мало там в этом водоканале получаешь, но я два дня работал в Вадона, как бы и по дому помогал, и за отцом ухаживал. Так что у меня деваться не было. Вы религиния, я бачу, у вас вервица Розаевна. А это нам это, я тут уже священник приезжал крестить и переставал. Ну вот так в Бога верю, конечно. То были религиния? Да. И сейчас такая, да? Конечно. А вот вы, когда говорите, да, вы сказали, что без ЛНР, без так званого, без паспорта так званого ЛНР, например, чтобы у вас в оплату бы не было ничего. Вы себя особисто кем чуете? Вообще как украинцы, если так. Потому что на паспорту ничего не меняется. Там можно написать, что хочешь, но как я в Украине родился. Просто что разговариваю, я в таком регионе родился, что я разговариваю только на русском языке. Вот как нас обвиняют, вот и с Украиной, что ты не направишь? Потому что я в русскоязычном, ну вообще все разговаривают. Родители, дедушка, бабушки, мы все на русском, как я могу разговаривать. Я на каком учили, против украинского языка, но ничего я не имею против. Я его и в школе, и в технику не изучал. Я сейчас говорю, например, не про украинскую мову, я первый раз на Донбасс потрапил в 2014 году. Я сам из Западной Украины. И я достаточно долго там провел время. Ну там поговорили, что притеснение русского языка и так далее в Украине это было. Ну вы же знаете, что это было все, да? Чи были какие-то такие вещи? Да нет, ну такого. Я когда вас попал про гражданство, вы расчугались, чему? Ну я бачу, что у вас сразу какие-то вышли. Ну я же не россиянин, а уже не россиянин. И нас там так же само считают, что мы все, а мы не россиянин. Ну я украинец почему-то. Ви маете на вид, что россияни мают какие-то такие трехи… Ну конечно, не чистые же мы россияни. А россияни до вас как-то по-другому ставятся? Я россиян там не видел. У меня тетка только что россиянка такая же самая. Обычно в гости приезжают, но никакой разницы между собой. Ну кроме акцентов. Вы говорите, что вы себя чувствуете украинцем. Что вы вносите в это понятие? Ну как, ближе мне как история, ближе украинская, чем российская. Ну например, тут же… Ну не знаю. Украину я… Мне как учили в технику за Украину. Про Украину все было. Про Россию нам мало что рассказывать. Праздники украинские, российские все вот это ближе ко мне. От в 2014 році, початок війни, да? От на вашу думку, кто винен? Ну наверное, скорее всего Россия может что напала. Как бы давила на Украину сильно. Ну как бы, во-первых, ну как я уже… Может даже две стороны виноваты. Я не говорю, что прям Россия вот все взяла виновата. Может Украина в чем-то виновата. Как бы не пошла. Если мы просили какую-то независимость. Может у Муанского ухлит. Они скорбуют. Они отказали. Ну это тоже как-то людей натолкнуло. Потому что, почему вам-то можно на тот Майдан? А вот нам что-то собраться нельзя. Тоже. Один кто-то скажет. Второй подхватил. Это не то, что все одного мнения были. Да, я разумею. Разумею. Ну просто как-то большинство подавило меньшинство. Ну это понятно все. Всегда такое было и было. Ну без допомоги России этого всего не было бы? Ну конечно. Может быть вмешательство было. Может настроили народ так. Потому что нам ближе Россия. Потому что у нас все, ну как мы заработали. Все в России. У нас все росенькие. Конечно. Я троеху плутаюсь. Потому что вы говорите нам ближе Россия. Но вы себя чувствуете больше украинцев. Вам больше ближе Украина. А вы говорите, что вы никогда не выезжали из города. Да? И не видели, как живут другие регионы и так далее. Ну я говорю, только в Луганске и все. Больше я никуда не выезжал. Только в Луганске. А вот вы знаете, что вы сейчас на Захидной Украине. И вас оточивают люди из Захидной Украины. Что про них ты подумаешь? Да ничего. Нормальные люди. Ну по крайней мере, что тут я вижу. Нормальные люди. Ну я грубо говоря, я когда пребывал на Сходе Украины. У меня был паспорт, что я родом сам из Захидной Украины. Я всегда там на блокпостах, когда я проезжал. У меня паспорт был. Внутренне я переживал. Бо я просто бачил озлобленность на людей из Захидной Украины. И там для людей, например, из Схода, особо из Луганской и Донецкой областей, я его озлоблением бандеревцев. Я говорю там украинскую мову. Я з того. И вот это речь, я всегда... Я там пригадую, что в 2014 году все чекали каких-то там эмфемерных поездов с правым сектором. Что он должен приехать. Пригадуйте. Ну по областям. Да. Ну, вы говорите, что вы украинец, я украинец. Правильно? Ну, за великим рахунком. Ну, вы говорите русскую мову, я украинскую. Да? Потому что вы там, как бы, выросли в русской мове. И, зрозумимо, что сейчас очень много вещей поменяется. Потому что, ну, как бы, мова это важливая, как бы, речь. Правда? И... Россия напала. Украина защищается. Я же не то, что там в чем у вас переконываю. Я вас просто запитую про все эти вещи. Батьки знают, что вы тут? Что вы положили? Да. Я уже сообщил. Сообщили ООН. Сообщило Красный Огресс. Сообщило. Вот я матери звонил, гонял назад. Что мата каже? Да погано все тоже. Вот эти беспилотники. Гостиницу нам разбомбили. Поселок разбомбили. Ну, у нас, видать, это формирование какие-то были. Вот теперь волнуюсь. По городу стреляют тоже вот эти беспилотники. Начали мать больная. И за отцом ухаживать надо после инсульта. Батьки, они родом из этого региона, да? Да. Все из Красного Огресса. Ну, они говорили, вы не говорили про это, что там... Как вы решите ситуацию? Нет. Они в такое не влезут. Даже если эти новости смотрят, выключают. Туда они не влезут. Потому что с одной стороны одно, с другой другую. Ну, как раньше у нас только украинские же каналы показывали. Сейчас уже только российские. Ну, новости такое я не смотрю. Я в интернете больше мать такого не смотрит. Угу. Так что... Отец вот в одни фильмы лежит, смотрит. Ему сейчас не дали этого, не до каких-то вмешательств. Он тут так вот отстать не может ему. Все. А так мать у меня абсолютно нормально не относится. Ну, война, да, конечно, плохо. Ну, в эту политику она не лезет. Вы сказали, что вам ближе, как бы, Украина и так далее. Вот сейчас есть возможность оставить это на территории Украины, так? Нет, нет. Я там только, да. То есть вы не готовы понести покарание за то, что сделали, да? Потому что это статьи важные. Держзрада и так далее. Нет, нет. То есть вы хотите быть умовными, если будет обмин обминенными, то вы обратите себя на задание. Да, естественно. Мы не думаем. Но вы же понимаете, что вы снова можете быть мобилизованы? Ну, буду стараться. А каким чином? Я не знаю еще. Без понятия. Ну, я же понимаю. Я же понимаю. Вы сейчас говорите на камеру, грубо говоря, да? Вы же можете сейчас сказать, что нам, да? Я вам могу поверить, а может не поверить. Но вы же будете в той самой ситуации, в которой вы начали 2022 год. Сначала вернуться, во-первых, надо, во-вторых, нам еще, вот мы же как самые первые пошли, нам еще директор там позвонил, уже когда мы в Чернухе на всем были, нам как водоканал, мы обеспечение города, нам могут дать эту броню, потому что город, ну как, без слесарей, без ничего, вот нам мы рассчитываем на вот эту броню. Нам тогда и просто не успели, потому что нас самыми первыми забрали. Если бы у нас было время, на нас бы выписали броню, что мы, может не на всех, ну у нас там работают всего лишь 20 человек, город маленький, мы как бы, может быть, всех и оставили. Потому что просто нас самых первых, мы в этот приемный пункт самый первый пришли, мы пришли один водоканал стоять. А можно вот питание, да, вот сколько, это уже, я напевно беру 8-9 интервью, жодна людина не сказала, да, я готов, и типа я відчуваю себя украинцем. Ну, я вас особисто питаю, да, вот мне просто интересно, жоден не сказал, что он готовый залишитись на территории Украины, ну, кебені матерям, русский, грусню и так далее, короче, я залишаюсь тут, я верю, что Украина умовно цей территории відб'е, я розумію, что мои там рідні, я повернусь на тот час, когда там зайде Украина. Мне сейчас домой надо, мне сейчас… Не, мне просто интересно, да, потому что много людей сейчас выехали от войны, да, вот мобильность украинцев, она очень большая сейчас на данном этапе. Вот что меня особисто удивит, вы там 8-9 интервью, жоден не хочет залишитись. Так, у нас там ближний, там родина наша. Какая бы она там не было, какого… Тут, наверное, даже воздух другой, все другое. Все равно сердце тянется домой, как ни в кроти. Что я могу на это ответить? Моя родина там, Луганск. Как бы тут хорошо не было, пускай хоть золотые горы. Я буду там штипом дышать, но там мою. У меня там мой Бог. То, что тут Украина согласен, я против него абсолютно ничего не умею. Нормальные люди. Ну, я из Луганска, я там родился, я там 37 лет прожил, там мои родители. Ви говорите, что Украина за свідомление того, что вы пошли воювати проти своих співгромадян? Ну, я опять же, усвідомление, я пошел принудительно. Я не встал, взял оружие и сказал, пойду я там, можно сказать, там Бендера убивать. Меня, во-первых, обманули, не так сказали, на учение, все, мы поверили. Я не сам встал, пошел, да, все, и плюнул, рассчитался с работы, все, я пойду кого-то убивать, мочить. Я не убийца, я не военный. Меня, как говорили, не только меня, всех нас мобилизированы, с кем я сижу, всех с улиц, кого забирают, тоже позже пришел. Мне сказали, я иду всего лишь на учение. Украина май продолжит захищаться? Конечно. Конечно. Это ее территория, это ее… Вона має старатись выиграти? Конечно. Вона має старатись повернути територию? Конечно, конечно. Ну, это ее территория. Понятно, что делать. Это ее территория. Сейчас один заберет, завтра другий придут, скажут, там, Украина слабая, мы еще какую-нибудь город заберем. Понятно. Это то же самое, что тебе придет сосед какой-нибудь здоровый, заберет тебе квартиру, скажут, иди отсюда. Что ты не будешь ничего делать. Так же самое и тут. Ну, понятно, что война, война. Просто уже хватит вот этих, блядь, города рушить, людей убивать, детей. Все понятно, что и у нас же так же самое. Потому что не все у нас там злые. Такие же самые добрые люди и у нас. И по нам там стреляли, убивали, все, понятно, что столкнулось так. Вы знаете, что тут бывало? Пенебучий и так далее. Ну, это только по новостям. Потому что мы уже были, как говорится, в плену. Ну, вы чули, да, что там были россияны? Ну, это мы уже здесь услышали. Потому что у нас уже, когда нас забрали, потому что ни телефона, ни радио, у нас ни часов уже не было. У нас все позабирали. Мы постоянно в лесах жили. У нас там, кто где-то там что-то скажет. А что забрали, что вы звездку не мали, да? Ну, да. Ну, такие телефоны можно было. Кнопочные, сенсорные нельзя. Так, это веру, как мне сказали, что я, ну, всего лишь это, я с сенсорным же телефоном, все новое у меня, вещи, все новое на мне будет, все пропало. Угу. Мне даже вот сейчас, если бы, не дай Бог, домой ехать, у меня не вообще. Ну, хочется, что сказали ведь сами? Да, ну, надо войну прекращать, не знаю, каким, политическим путем. Ну, вот это, стрельботние убийства, как бы, надо прекращать. Надо договариваться мирным путем, искать какие-то компромиссы. Ну, понятно, что вряд ли их найдется. Войну, войну надо прекратить. Вот это одно. Распустить все, чтоб жители нормально отстроить города и чтоб продолжали люди жить. Как жили? Работали, детей воспитывали, садики, все. Чтоб не было этих миллионов людей, уезжали за границей. Вот эти разрухи. Уезжать хер пух с ним, разрух. Ну, людские жизни. Молоднее всего. Дом отстроить можно, семью ты уже не восстановишь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова